Сегодня я буду готовить вок. Вок у меня будет с курицей, кабачком, тукини, то есть паприкой, грибочками и всякими разными соусами. Первое, что нам нужно будет, мы будем подготовить, обжарить курочку. У меня вот такие вот маленькие филе, и сначала мы нарезаем их полосками небольшими. Далее мы обжариваем нашу курочку. Конечно, мы могли бы сразу ее обжарить в воке и потом добавить туда овощи. Это, в принципе, из простых вариантов самых таких, но мы же хотим не просто вок, мы же хотим вкусный вок. Поэтому мы нашу курочку сначала обваляем в крахмале, не будем солить, да, просто обваляем в крахмале. И потом обжарим до красивой золотистой корочки, чтобы она у с воки хрустела и пропиталась. Вот корочка пропитается этим соусом, а сама курочка будет хрустеть. И будет муа! Пока наша курочка обжаривается, мы ставим вариться макарошки. Макарошки должны быть, ну, эти маленькие китайские, эти тонкие лапша. Либо яичная, либо листовая, какую вы любите, это, так сказать, на вкус и цвет. У меня вот такая, вот порционная. Так, нашу курочку мы обжарили и отставляем ее в сторону, она нам понадобится позже. Далее мы нарезаем полукольцами, либо кольцами кабачок, полосками небольшими перчик и наполовинку, или на 4 части шампиньончики. Вот такие у меня коричневые красивые шампиньончики, но можно, в принципе, взять белые. Просто в магазине были коричневые. Пока мы доготавливали нашу курочку и пока мы нарезали овощи, наши макарошки уже сварились, выключаем их и просто сливаем воду. Далее разогреваем наш вог, то есть вог-сковородку, наливаем туда масло на большом огне, разогреваем и будем все быстро обжаривать, помешивая по очередности того, как готовятся продукты. То есть паприка у нас будет первая идти, потом у нас падут грибы и потом у нас падут цукини. Все это добавляем и на сильном огне быстро обжариваем, чтобы оно просто вот схватился цвет, но при этом внутри они остались такие хрустящие. И выдавливаем туда пару зубчиков чеснока. У меня два крупных и один маленький, потому что мы любим чеснок, поэтому мы добавляем три зубчика, но вы можете добавить два или меньше, или не добавлять. Все от вашего вкуса зависит. Смотрите, дальше мы к овощам, когда они уже такие хорошенькие, мы добавляем соус. Какой соус мы добавляем? Обычно я добавляю либо терияки в густой соус, либо устричный. Дима мне с ним попросил сделать устричный. Устричный более соленый, чем терияки. Если терияки, тогда нужно немножечко посолить. Я добавляю еще острый перчик. И если у вас нет ни терияки, ни устричного соуса, вы вполне можете добавить просто соевый соус. И потом немножечко водички с чуть-чуть крахмальчиком, чтобы его загустеть. Потому что соевый соус жидкий, и он не загустеет здесь, да, и соответственно... А если его добавить много, чтобы было достаточно его как соуса, то будут очень сильно соленые. Поэтому я бы добавила немножко соуса, и потом водички еще с крахмальчиком. И так, добавляем наш соус. Наконец-таки вот к этому всему нашему вареву мы добавляем нашу курочку, которая хрустящая. Сейчас вся ее панировочка пропитается этим соусом, и будет бомбически. А потом я еще покажу маленький штрижок, так сказать, что я делаю еще в конце. Смотрите, так как курочка у нас до этого была обжарена крахмалем, она впитывает этот соус. И если вам маловато соуса, значит, добавьте побольше соуса, либо даже добавьте водички. Смотрите, просто пробуйте соус на вкус, как он достаточно ли он соленый, достаточно ли он для вас острый и так далее. Что я делаю дальше? Итак, в конце, когда уже все готово, я выключаю огонь, и я рву в хаотичном порядке листы для суши, листы нори. Они дадут такую еще больше вот эту вот нотку восточной кухни. Далее в нашу тарелку выкладываем макарошки и наш соус. И посыпаем кунжутом. Приятного аппетита!